Добрый вечер, дорогие друзья! Я продолжаю разговор о Великобритании. В прошлый раз я рассказывал о Букингемском дворце, главном дворце английской короны на нынешнем этапе. А сейчас хочу поговорить еще об одном дворце, замке, но с таким тюремным прошлым. И замке или дворце, который не менее важен в истории Англии, в истории английской короны, чем Букингемский дворец, а может быть и более. И известен он на весь мир. Это тауэр. Самое древнее сооружение, которое сохранилось на территории Великобритании. И это самая древняя крепость, которая сохранилась на территории Великобритании. Действительно, все это начиналось как крепость. И в середине XI века в Англию вторглись норманы. Это люди, которые жили на северо-востоке Франции. Своими корнями они уходили в скандинавские страны, в Норвегию, Данию. Но они там прижились. Сначала с разрешения французского короля, а потом стали практически независимыми. И очень активно участвовали в борьбе за английскую корону. И в конце концов завоевали Англию. В главе их находился герцог Вильгельм. Большой вклад внес в развитие Великобритании. И политическая система Великобритании, и экономики, и культуры, языка. При норманах очень многие французские слова. Норманы до этого ассимилировались во французской среде. Через них французский язык попал в Великобританию. Стал значительной частью английского языка. В английском языке очень много слов французского происхождения. Потом был этот вклад внесен. А когда Вильгельм со своими воинами вторгся в Англию и победил англичан, то, естественно, отношение было отрицательное к завоевателям. Тем более, что они стали отнимать земли у местных вельмож в замки и брать все это в свои руки. Вильгельм, для того, чтобы устрашать англичан, решил построить мощную крепость. И первое, что он сделал, основал эту крепость. И она состояла из такой белой башни. Собственно, Тауэр, так как называется сейчас известное название этого места, это означает по-английски башня. Она должна была своей мощью, массивностью, цветами очень суровыми производить устрашающее впечатление на местное население. Построили на берегу Темзы, на берегу реки в Лондоне. Крепость много раз достраивалась, перестраивалась, расширялась. Здесь была одна башня, сейчас их уже около 20. Там рвы прорывались, строились различные стены, для того, чтобы действительно это была неприступная крепость. И за всю историю Тауэра никто никогда не смог силой взять этот комплекс. Последующие английские королевы, как я уже сказал, продолжали перестраивать, модернизировать этот комплекс. В общем, этот процесс 200 лет продолжался. Я особенно активно работал над расширением этой крепости, или замка, или дворца. В общем, скорее всего, можно на том этапе назвать это крепостью. Так вот, это был Ричард Львиное Сердце, тоже очень известный монарх английский. А в конце 12 века английские короли решили устроить там тюрьму. Первый заключенный там появился в 1190 году. И тюрьму прежде всего для очень высокопоставленных фигур, для тех, кто выступал против королевской власти внутри Великобритании, для внешних врагов. Тогда и французские короли, и вельможи попадали, и шотландские, и многие другие. Очень кровавая история была у этого, в этой крепости, превращенной в тюрьму. Уже в наши времена, во время раскопок, было найдено более 1500 трупов, закопанных под землей, вот на территории Таура. Причем обезглавленных. Людей казнили, их головы насаживали на кол и выставляли на мосту для запугивания всех остальных. Более 1500. И это все, повторяю, очень вельможные люди были. Назову эти такие наиболее выдающиеся случаи варварства, которое там произошло. Ричард III. У Шекспира есть пьеса Ричард III. Она посвящена как раз этому королю. Он жил в 15 веке. Он был братом английского законного короля Эдварда. А Эдвард умер. Ну и Ричард, хотя он не имел права на трон, он все-таки пробрался на этот трон. И как его показывает Шекспир, это был совершенно беспринципный, подлинный, мерзкий человек. А у Эдварда осталось двое детей, два сына. И они были настоящими претендентами на королевский трон. Одному было 12 лет, второму 9 лет. Ричард III поместил их в Тауэр. Тогда Тауэр не служил тюрьмой. Может быть, на втором плане были и тюремные функции, но вместе с тем это был и замок, где могли жить королевские особы. Вот он их туда поместил, а потом они куда-то пропали. И их никто больше ничего не слышал. И позднее пошли слухи о том, что он их умертвил во сне. И там же закопал. И уже много-много позднее, уже после Шекспира, при раскопках нашли там действительно трупы двух маленьких детей. 12 лет и 9 лет. И пришли к выводу, что это и есть дети Эдварда. Их сохранили в Вестминстерском аббатстве. Это главный религиозный храм английской церкви. Но о нем мы потом отдельно поговорим. Значит, тут их похоронили. Но в последнее время идут разговоры об этом историке. Часто упоминают, что на самом деле, может быть, не Ричард III их умертвил. А это было сделано соперниками Ричарда III. Там борьба шла между целым рядом кланов за власть в Великобритании. Ну, тем не менее, вот Ричард III, пьеса, Шекспир и так далее. И так это в сознании остается, что это был фантастический злодей этот Ричард III. Он, кстати, недолго правил, вскоре умер. Еще один такой вопиющий случай, он связан с королем, который в XVI веке правил, Генрих VIII. Я уже его в прошлый раз вам показывал. У меня здесь стояла вот его кукла, его изображение здесь в таком виде. Генрих VIII. У него было шесть жен. Это был жесточайший человек, редкий мерзавец. И он был помешан на том, что он хотел иметь сына, наследника. Жены вот никак не могли родить ему наследника. Рожали девочек, мертворожденных, живых, но не мальчика. И вот он одну жену, за то, что она не родила ему сына, а девочку родила мертвой, он ее отослал в Таур и отрубил ей голову. Потом у него появилась жена, которая смогла ему родить мальчика. Ну, ему одного было мало. Тогда многие люди ведь жили не очень долго. Один это не было, так сказать, гарантии, что он выживет и будет наследником этого короля. Поэтому он и жен там менял и так далее. И вот он в конце концов, там у него пятая жена, опять у нее не получалось. И он обменил ее безмене. Он и ту первую обвинил, что на самом деле-то вот он находился в состоянии бешенства, из-за того, что не могли сына найти. Но преподносил так, что они ему изменяли. Хотя на самом деле он-то изменял, вел совершенно распутную жизнь. Но вот он загубил две жены. У двоих жен были отрублены головы. Были еще другие ужасные случаи. Был случай, когда один граф, его приговорен был тоже к смертной казни, его должны были лишить головы, но он переоделся в женскую одежду. Ему жена смогла принести эту одежду, и он бежал. Масса всяких историй. В связи вот с такой кровавой ужасной историей, вот видите, англичане с одной стороны гордятся своими демократическими традициями, действительно у них есть, а с другой стороны вот такая кровавая жестокая история королевской власти и все, что было с ней связано. Масса всяких историй ходит о том, что там вот в этой крепости, в этом замке, в этом дворце живут привидения. Все эти люди, которые были загублены, они так или иначе периодически там появляются. И особенно такая знаменитая история, связанная с кардиналом Полом. У него была мама Маргарит, а кардинал Пол находился в конфронтации с королем Генрихом. И тот вот не знал, как этого кардинала, что называется, прижать к стенке, и он решил арестовать его мать. Арестовал его мать, приговорил, конечно, к смертной казни, собирался отрубить ей голову. И вот началось это действие, лишение этой дамы головы, но она вырвалась из рук палача и побежала. Палач побежал за нее, гнался за ней, бил ее по дороге топором. Ну и вот считается, что каждый год, день, когда это случилось, призраки возвращаются в этот дворец, в эту крепость. И значит, вот она бежит, этот ее призрак, дикие крики, дикий шум, за ней гонится этот человек с топором. Ужасные такие истории, масса других там связаны и с фрейлинами, и с женами, и с любовницами, и с кардиналами, и с королями и так далее, которых казнили, и вот они периодически возвращаются. Их призраки то там можно увидеть, то здесь, то в подвале, то на первом этаже. И очень многие люди верят в это и гоняются за этим. Ну и вот такая тюремная традиция продолжалась в этом замке-дворце. И последним заключенным там был Рудольф Гесс. Это, наверное, многие знают, правой рукой Гитлера. И он вылетел в начале войны в Англию, якобы самовольно приземлился, встречался с официальными лицами этой страны и предлагал им союз против Советского Союза, против СССР, Англия и Германия вместе. В Германии его тут же Гитлер и его приспешники объявили ненормальным, что он выжил из ума. Как было на самом деле, мы не знаем, потому что его переговоры с английскими официальными лицами, они до сих пор засекречены, так их и не открыли эти архивы. Так что о чем они говорили, о чем договорились или пытались договориться, неизвестно. Ну а он, этот Гесс, потом был переведен в Берлин, и провел всю свою жизнь оставшуюся в тюрьме Шпандау и там скончался. Но вот это он был последним заключенным там. Но у этой крепости, у этого замка, у этого дворца, у Таура, действительно очень сложная история. Это не только тюрьма. На определенном этапе был такой король Иоанн Безземельный, который уступил часть своей власти парламенту и одновременно решил превратить Тауэр в зоопарк. Действительно, открыл там зоопарк, там были самые разные животные, и многие вельможи, короли, главы других государств приезжали в гости в Тауэр к Иоанну, а потом к последующим английским королям и дарили разных животных. Вот, например, французский король подарил леопардов, там и леопарды сидели в этом Тауэре. Это на протяжении нескольких веков он был зоопарком. Не только зоопарком, но в том числе и функции зоопарка выполнял. Также в течение нескольких столетий выполнял функции монетного двора. Там чеканились серебряные монеты, разъезжали представители короля по разным религиозным заведениям, отнимали там и кресты, и все, что было сделано из серебра, свозили на этот монетный двор, и там это перепролаялось в монеты. Обсерваторией служил Тауэр. Доспехи там давно уже стали выставляться, доспехи рыцарей. Арсеналом служил Тауэр. Хранились там самые важные государственные секретные документы. То есть вот и хранилищем был. Ну и, наконец, он стал хранилищем бриллиантов. И вообще шире драгоценностей. Там находится английская корона с огромным количеством бриллиантов. Там находится самый крупный граненый бриллиант или алмаз на земном шаре – кулиан. И многое другое, что поражает воображение. В Тауэре обитают вороны, черные вороны. Они давно там стали селиться. Было время, когда, говорят, там несметное количество было. Ну и считается, ворон – это та птица, которая прилетает, когда вот сейчас кого-то будут убивать. И вот ей очень нравится там быть и сразу хватать то, что остается от человека. А казни ведь проводились некоторые закрыто, а некоторые прямо на территории Таура или рядом на холме. И собиралось огромное количество народу. И считалось тогда, что если кровь от этого жертвы попадает на тебя, то это для тебя хорошо во всех отношениях. Такие дикие нравы были. Так вот, значит, вороны селились. Ну и наконец, в 17 веке король очередной английский сдал указ о том, что вороны должны там в обязательном порядке быть в 17 веке. Их должно быть шесть и один запасной. Потому что если такое поверье уже до этого существовало, тогда это было закреплено через указ, что если эти вороны улетят, то падет Таур, падет Великобритания, падет ее империя. Это было, значит, очень важно. И вот с тех пор там эти шесть воронов плюс один. И за все время была только одна ситуация, когда дело выглядело так, что Таур может остаться без воронов. Это было в 41 году, в июле, когда немцы бомбили очень интенсивно этот район, в том числе Таур. И вороны от страха умерли. Или, так сказать, подохли. И остался только один. И вот на волоске висела судьба английской действительно империи. И один ворон оставался. Он остался, этот ворон, и империя сохранилась. Им подрезает крылья. Тем не менее, иногда им удается себя не очень хорошо вести. У каждого ворона, кстати, свой нрав, свое имя. Откликается на это имя. Вороны считаются одними из самых умных животных на Земле. Говорят, по интеллекту они на одном уровне стоят с человекообразными обезьянами. Настолько умная птица. Один ворон любил где-то там болтаться по территории Таура, что не нравилось человеку, который за них отвечает. Специальный человек, который несет ответственность за эти воронов, следит за их жизнью и за их поведением. А один ворон удрялся улетать каким-то образом с территории Таура, недалеко находящийся в паб. Их уволили, воронов, и первого, и второго. Тем не менее, эта традиция сохраняется. Мы, конечно, с Наташей очень хотели попасть в Таур. Сначала мы посетили Таурский мост, который недалеко относится. Это еще одна достопримечательность и символ очередной Лондона и всей Великобритании. Но о мосте поговорим отдельно. А здесь, значит, первый день мы были в мост. Мост недалеко находится. Он поэтому Таурский называется, что он рядом с Тауром. А затем на следующий день приехали в сам Таур. Эскурсию ведет гвардейец. Человек, который облачен в форму гвардейца викторианской эпохи. С 1837 года по 1901 правила Виктории. Вот этого периода форма гвардейца. Таких гвардейца много. А попасть на эту должность, как нам объяснил тот гвардейец, который нас водил, огромный человек в великолепной, яркой такой форме, красивой. Кто может знает, есть английский джинн, бифитер. Там как раз этот гвардейец изображен в этой красивой такой форме. Так вот он нам объяснил, что попасть на службу в качестве гвардейца, надо 22 года отслужить в вооруженных силах Великобритании. Надо иметь медаль за выслугу лет. И надо быть как минимум старшим сержантом. И все они очень держатся за эту работу. Это почетная работа, и когда они умирают, их прям хоронят на территории Таура, как таких людей с именем. Колоритные фигуры, в том числе тот, который нас водил, он показал нам очень многое, что там есть. Повел на этот луг, где убивали людей и отрезали головы. И, значит, вот их на кол, эти головы, на мост. Все это нам показал, показал мемориальный комплекс, где написаны на стене имена всех тех, кого здесь обезглавливали. Написаны, кто они такие. Годы, год, когда это случилось, и родились, и вот когда закончили жизнь на Эшафоте. Рассказывал, как это было, и насколько были тяжелые, суровые времена, как люди по-плохому друг к другу относились. Здесь повел нас, показал бриллианты, показал орудия пыток, ужасные, конечно, орудия, даже пересказывать не хочется. Показал, где призраки появляются. Рассказал о том, что каждый вечер в 22 часа происходит церемония, уже в течение 700 лет. Один раз она только задержалась во время войны с немцами, когда они бомбили на полчаса. А так каждый день на протяжении 700 лет. Вот что значит англичане любят традиции. Это когда ключи королевы передаются от гвардейцев, хранителю этих ключей. 22 часа он получает эти ключи и складирует их в определенном месте. А утром все это повторяется. Вот, говорит, если вы хотите, можете купить билеты и наблюдать. Это все выглядит так, как будто в средние века происходит темнота, там где-то, может, луна на небе. Все эти люди в старинных одеждах и все это такое таинственное, страшное даже. Но мы до 10 вечера не остались. Вот он это все нам рассказал. И у него, конечно, потрясающее чувство юмора. Он бесконечно острил. Мы бесконечно смеялись. У нас была такая, ну, группа, естественно, разношерстная. Покупаешь билеты у кассы, затем присоединяешься к группе, которая вот сейчас должна начать туры. Там люди из разных стран. Ну, и он всякий раз, когда раздавался смех среди наших экскурсантов, он очень строгим голосом, у него такой огромный, с бородой, в солидном уже возрасте, он говорил, что это за смех я слышу. Наверное, настал момент напомнить вам, где вы находитесь. Причем эта фраза по-английски еще более так весомо звучит. И он это периодически повторял. Ну, это, конечно, не главное. А главное, что действительно очень интересная экскурсия. Ну, и вообще, вот, уникальное место, это Таур с его такой кровавой историей. Замок, дворец с таким тюремным прошлым, известный на всю Англию. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Естественно, рассказ о Лондоне и в целом Великобритании я продолжу. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА